Всем привет, дорогие друзья! С вами Става Римас. Мы продолжаем прохождение Ром-2 Total War за дом Юлиев, за Рим. А у нас сегодня третья серия. Надеваем наушники. Всем приятного просмотра. На нас напал вражеское войско, именно Итрусская лига со стороны моря. Нам предстоит все это дело разруливать в этой серии. Потом обратить свое, конечно же, внимание на север против Венетов. Потому что Венеты уже потихонечку набирают силы, стейки свои. И, скорее всего, рано или поздно тоже будет вторжение. Помимо этого, у нас еще со стороны севера, именно со стороны Гению, тоже намечается какое-то вторжение. Но это пока еще непонятно. Там нейтральная армия. Я забыл уже, как называется, та фракция, которые уткнулись у наших границ и решаются по сей день нападать на нас или не нападать. Что ж, все это дело будет нам видно в этой серии, я думаю. Так, звук идет все хорошо. Теперь, наша задача... О, смотрите, здесь какой стек-то прямо, а? Прижался. Слушайте, ну, я думаю, будет более логичнее, если мы наших ребят отправим на берег. Вы со мной тоже, наверное, согласитесь? Потому что тут будет очень трудно. Так, я думаю, здесь два корабля, три вместятся. Угу. Так и есть, я думаю, так точно. Что-то я много думаю в этой серии. Что ж, где наша площадь? Это у нас... Вот она. Здесь. Толпу отправляем сюда. Рарарии. Здесь. Будем перекрывать все ходы. Где можно, где это возможно. Основная сила, это у нас... Наши корабли. Нам сейчас быстренько нужны их. К ним подходят свежие силы. Давайте, ребята, быстренько. Так, свежие силы подходят с этой стороны. Нам быстренько нужно сейчас десантировать наши войска на берег. И отправить их уже непосредственно в сторону нашей площади. Так. Тогда вот этих ребят давайте сюда, раз вы здесь не вмещаетесь. Давайте, ребята, высаживаемся. Как вы прям прыгаете-то, а? Здесь у нас все пока хорошо. Бежим. Сюда. Так, у нас камера ограничена. Реалистичный режим стоит. Что-то буква Ре. Сегодня я чуть не могу ее выговорить. Ре. Так. Так, ну что ж, давайте быстренько ускорим время. У врага есть 18 минут на то, чтобы довершить свою атаку. Он сейчас, скорее всего, будет высаживаться с этой стороны. Ну и здесь более-менее, видите, такое большое расстояние. Я, да, кстати, после 13-го патча это дело пофиксили. У нас подкрепление здесь вот тоже идет. Будем ждать врага. Так, вроде бы все высадились. Так, ребята, вот сюда. Давай сразу включим автоматическую быстро-перезарядку правой кнопкой мыши. И искусственный интеллект уже сам будет думать. Наши бойцы, наши застрелечки уже будут сами знать, когда это дело включать или не надо включать. Так, враг что-то передумал. Он, по ходу дела, сейчас попытается высадиться вот с этой стороны. Хотя, я думаю, у него этого не получится. Но там, да, это понятно. Так, здесь. Да, по всей видимости, вот здесь он будет высаживаться. И наше подкрепление здесь еще подходит. Бежим прям сюда. Быстрым шагом. Ускорены. Так, здесь у нас очень много кораблей. Что ж, давайте пока враг высаживается. Рарарьев выставим сюда. У нас, кстати, к сожалению, ни одного отряда нет, именно конного, да? Поэтому будут проблемы с застрельщиками. Довольно хорошие проблемы, большие будут. Так, это у нас застрельщики. Давайте мы их, наверное, встретим. Поставим огненные стрелы. И начинаем стрелять. Так, они сейчас тоже встанут. Будут тоже по нам стрелять. Поэтому ждем, ждем, ждем. Стреляем. Пошла жара. Я думаю, мы осилим их. Поджигаем их корабль. Так, этих ребят, давайте вот сюда выставим сбоку. Вы сюда идите. Чтобы не попадали под обстрел. Не надо создавать такую большую кучность, чтобы по нам один... О, боже мой. Какой фейл. Ну да, зря. Надо было им дать. Так, ладно. Рарарьев давайте сюда выставим. Надо было им дать, чтобы они высадились, а потом уже непосредственно с суши их шатать. Наши бегут с поля боя. Какой позор. Какой позор. Ну давайте их хотя бы постреляем. А, слушайте, враг... Да, они видят, что у них сейчас сгорит это дело. Так что... Триариями пытаемся перехватить врага. Здесь враг уже начинает нас обстреливать, поэтому давайте мы его потихонечку начинаем догонять. И застрелочками тоже попытаемся их обстрелять. Так. Прекрасно. Ну давайте гастатами тоже. Ну, видите, мы пока... Кнопка не активирована, и, к сожалению, мы не можем напасть. Хотя уже пошла жара. Отлично. Так. Прекрасно. Здесь мы решили все свои дела с нашим врагом. И смотрим. Так. Раз, два, три, четыре. Все в основном копейщики. Поэтому отводим наши войска непосредственно сюда. Так. Здесь мы перехватываем. Отлично. Перехват произошел. Ага. Отлично. Так. Походу нам надо... Здесь нам нужна помощь. О да. О да. Вот здесь вот походу будут сейчас небольшие трудности. Не, уводим, уводим, уводим назад. Гастатов сюда. Быстренько, ребята. Мы, наверное, оставим вас без защиты. Так. Нас обстреливают со спины. Мы не будем обращать внимания. Мы будем обстреливать вот этих ребят. Наши бегут с поля боя. Бегут, бегут, наши бегут. Какой позор. Так, давайте тогда три арифа вот сюда, наверное, отправим. Устали, устали наши гастаты. К сожалению, видите, уже очень уставшие. Ну, иначе никак. уничтожен целый отряд. Так, ушатали целый отряд наш. Нам, на самом главное, сдерживать позиции. Атакующую черепаху ставим. И пытаемся перехватить. Ибо они нас сейчас будут. Так, генерала сюда ставим. Так, Рорариев, давайте сюда выставим. Потому что враг, скорее всего, сейчас попытается с Рыны наступить. Так, ребят, держитесь, держитесь. Атакующая черепаха. Отлично, отлично. Самое главное, держитесь. Ну, что, вы, не убирай читы, не убирай читы, вашу мать. Лак. Пошла жара. Давайте, 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 перехватываем. Отлично. Быстро. Перехват. Здесь у нас ребятишки уже начинают переживать. Поэтому отправляем вещь на стык. так. Всех, всех, всех на бой. Так, этих добиваем. Быстро. Отлично. И включаем кнут, догоняем этих ребят. Смотрим здесь, что у нас происходит. давайте, давайте, народ, давайте, давайте. Ой, какое мясо-то, а. Этрусская лига, конечно, нас просто доставляет нам. Реально доставляет. Давайте, ребята, вот этих перехватываем. Один отряд, давайте сюда. Отлично. Здесь у нас все прекрасно. три арии тоже сюда. Враг здесь высадился. И отсюда тоже, походу, походу, дело ожидается атака. Здесь идет, в принципе, пока удерживаем позицию. Ставим быстренько. Давайте, ребята, вот здесь что у нас отлично. На, держи. Узери гнев Римуса, мать твою. Так, здесь у нас все хорошо. Три арии, я думаю, зря мы, конечно, круг дали, они очень сильно устали, ребятишки тоже наши. Ладно. Давайте все-таки три арии отправим сюда. Шифт задерживаем здесь, потом шифтом так, потом так, и вот так вот. Перехватили мы большинство застрельщиков врага, это довольно очень хороший результат, тем более можно учить тот момент, то, что у нас нет никакой кавы, ни кавалерии, ни какие-либо быстрых соединений. Вот этих давайте сюда. Все пытаемся убить военачальника врага, ставим кнуты. Наши три арии уже бегут. Давайте гастатов, наверное, уже в эту сторону, потому что здесь у нас, видите, фланг потихонечку снимается, здесь этих гастатов тоже сюда, и враг сейчас будет нас обстреливать, наших рарарьев. Это наш гарнизон. Ребята, давайте, держитесь, держитесь. Так, прекрасно. Друзья, я перемещаюсь по камере именно вот таким способом, включаю от первого лица и нажимаю пейдж даун, пейдж апп. И вот мы можем вот так вот переключаться. Поэтому многие спрашивают, вот вам мой ответ. Триалии наши добегают, наша задача сейчас их окружить, самое главное генерала убить, а там дальше больше уже автоматически. Тем не менее, у врага остается всего лишь 4 минуты 53 секунды. Здесь наш начинает обстреливать, да? Смотрите, что-то он странно себя ведет, искусственный интеллект. Хотя... Да-да-да-да, они нас обстреливают. Перехват. Давайте, ребят, быстренько. Отлично, отлично, молодцы, быстро-быстро вы отработали, молодцы. так, здесь мы давайте. Все, давайте вот сюда. Ага, и Триалии уже потихонечку добегают до места назначения, изначально, куда их отправил. Включаем кнут всевозможный. На военачальника, на военачальника. Все, быстренько. Отлично, заход. И враг уже начинает бежать. Прекрасно, мы здесь с ними разобрались. Самое главное, генерала убить. Отлично. И начинаем уже, то есть помогаем нашим братьям, да? Убираем атаку в строю, чтобы это все дело завершалось быстро. щитом как у него, прям левой рукой. Давайте, ребят. Вызрите гнев Римаса, мать вашу. Давайте. Нашли куда напарь. Молодцы, десантники, молодцы. Просто, ну, не зря я, конечно, я не жалею то, что я начал нанимать именно десантников. Видите, вот они нам сильно помогли. Иначе мы бы потеряли наш Лилибей, город. Лилибей, да, вроде бы, да, вроде бы, я не знаю. так, так, что ж, давайте вот эту толпу этих застрельщиков приказываем, чтобы они стреляли по этим врагам, именно не, не, ребята, давайте вот сюда. У врага две минуты, наблюдаем и восхищаемся. Ребята, давайте, давайте, молодцы. Сколько крови. Да, римляне отважно отбиваются просто. Молодцы. Битва, конечно, кровавая. Какой позор. А кто же бежит-то? Так, у нас здесь тоже застрельщики начинают бежать, я про них не забыл, поэтому давайте их перехватываем, чтобы они наш тыл не начали обстреливать. Давайте принципов чуть-чуть правее возьмем, уберем атаку в строю и окружим врага. Давайте, давайте, ребят, 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 вот так вот, вот так вот и нападаем. ладно, как, как есть. На, так, со вторым разберешься? Разобрался и с ним его не смог разобраться с другим, да? Так, ну-ка с этим разберись. на. Прпр, туда, готовься умирать. Ой, сколько крови, друзья мои, это просто жесть. так, у нас тут уже начинает кто-то беспокоиться. Так, здесь у нас, о, еще один стек бежит. Так, ну, что вы, убегайте, давайте, давайте, давайте. Тяжелая победа, время закончилось у врага. У нас было 2500, их было 2280, ну, у нас еще есть толпа, вот эти вот бесполезные ребята, которые бегут сразу же. Гайпа вон, терпит поражение. Детский Брут побеждает, это хорошо. Детсим Брут, я извиняюсь, детский, детский. Шатаем всех, лично прям, всех, всех, всех. Вот так вот. И будем надеяться, что венеты сейчас на нас не нападут, ибо будут очень большие трудности у нас, друзья мои, если они сейчас контратакуют наше поселение. Хорошо. Брут у нас повышает свой ранг. Так, и новое задание начать изучить технологию в этой провинции. Категория, извиняюсь, осада. осада. Так. Вот это, кипящее масло. Осада башня. Или башня, наверное, скажем. Осадная башня, может быть. Арсенал. Ладно. Посмотрим. Кстати, этот стэк куда-то ушел, да? Поэтому давайте вот этих ребят отправим сюда. У нас уже более-менее у первого легиона качественное войско. нам нужны застрельщики, Ну, это уже в следующем ходу мы обработаем. Здесь продолжаем делать всякие диверсии. Поджог. Диверсия провалилась. раз на раз не приходится. И смотрим, что у нас здесь, что мы можем. Ага, мы можем здесь расширить свое поселение. Но прежде давайте попытаемся поговорить с ордеями. торговое соглашение хотят, торговое нападение тоже не хотят. Так, с долматами. Они принимают наши торговые нападения и торговое соглашение высокие, поэтому давайте попытаемся запросить тысячу золотых монет. Так. Ну давайте пятьсот. Ребятишки, дайте нам пятьсот. Все. Мы теперь можем расширить это поселение и начать уже форум. Наверное, да? Или переговорит. Давайте форум. Улучшим свой общественный порядок немного и у нас через один ход уже будет более-менее так. Давайте, раз у нас здесь все хорошо, отправляем наши войска обратно. Вот здесь вот немного тыл. Видите, вот Рим находится. Я вот не знаю, почему базовое легко. что вот понятно, что у нас тут много земель, поселений, но с другой стороны, со всех сторон могут любой напасть на нас. Помимо этого, нам не стоит забывать о том, что Карфаген уже воюет с нами и смотрите, он уже собрал какой-то стэк, скорее всего направится в нашу сторону, не знаю куда. Посмотрим. Так, у нас флотилия. Командир, конечно же, авторитет плюс один. Набираем немного стэков. Сейчас будем делать вторжение на винетов, уже это будет дубль два. Повторим, ведь повторение мать учения, латинская пословица. Повторим свою попытку и уже, я надеюсь, мы сможем забрать уже наконец-то это поселение и порабощить поработить их женщин, детей. Злой Римас. Так, винеты что-то делают и они нападают на наш стэк. Своим же стэком. Ой, друзья, это будет походу очень сложно. я тактическо отступлю. Ага, тактическо отступили. Знаете почему? Потому что наш агент находится уже возле них и да, мы не смогли нанять этих ребят. Что ж, ладно. Продолжаем. вот так вот сделаем. Так. Поджег. Диверсия удалась. Прекрасно. И у них уже, наверное, с едой будут проблемки небольшие. Ну, относительно небольшие. Так, мы до них не достаем, да? Что ж, продолжаем нанимать флотилию. Здесь у нас все, в принципе, в порядке. Что мы можем построить? Мы можем построить, в принципе, так, алтарь Меркурии. Меркурии общеспирают плюс 3, доход от всех источников плюс 5 процентов. Или же роша, нет, не надо, не надо. Давайте Меркурии построим. Обратите внимание на Эпир. Эпир уже вообще ушатали, у них никто не остался, поэтому давайте мы объявим войну. Объявим войну для того, чтобы улучшить свои отношения с ордеями. Отлично. Так, флот, так, давайте сюда идите. И попытаемся с ордеями, с ордейцами просто пообщаться, чтобы мы с ними и так, до горнии нападения. А, не принимает. Прекрасно. Это вот такой дипломатический вход. И торговое соглашение. Запрашиваем 500 золотых монет. Прекрасно. Мы заработали 500 золотых монет, заключили до горнии нападения. У них хорошее отношение с афьянами, со спартой. Так, относительно. и холодное отношение с доорсами. Также с долматами. Ну, с долматами у нас хорошее отношение. Венеты с ними заключим. То есть, как заключим? Ушатаем их. А уже после этого... Так, ну, раз уж такая пьянка, давайте мы здесь чуть-чуть попытаемся обезопасить себя, потому что этрусский, то есть, эпир, скорее всего, попытается забрать. нам надо... Так, у нас какое задание, кстати? Посмотрим. Получит власть. Изучить технологию в этой категории. Осада. Так. Осада. Осада, скорее всего, здесь уже, ну, как я и говорил, инженерное мастерство, шесть ходов. Ну, что ж, ну, давайте, шесть ходов. Так, четыре, шесть, десять ходов. А здесь у нас сколько осталось? Мне показывают сколько. Странно. Тем не менее, мы продолжаем наступление, то есть, пополнять свою армию. У нас сейчас три врага, то есть, два врага, активинг, это лига этрусская и, конечно же, винеты. Ну, и есть пассивный, это у нас карфаген. Это у нас третий враг, который недавно объявил нам войну и будет, походу, весело с карфагенами. Или с карфагенцами, или с карфагианами. Повторяю, это не попытку. Да. Отходим. Видите, мы не можем нанять так, ладно, понятно, мы второй ход уже не можем нанять свою армию. Давайте тогда сюда, вот видите, второй раз я уже повторяю свою ошибку. Вот так вот сделаем. Поджог. Дверь провалилась и у нас она повышает свой ранг. Прекрасно. Так, и у нас еще есть возможность нанять воителя. Я уже забыл про него. Шанс обнажить скрытых агентов. Порядок. Здесь убийство. Так, это нам не надо. Стоимость набора сухопутных отрядов. Скорость пополнения всех. Во, вот это чувак нам нужен. Как раз видите, мы уже выполнили данное задание. И давайте мы никого не можем нанять. Тогда продолжаем нанимать свою флотилию. и завершаем ход. Сегодня у нас такая тактическо-политическая серия. Получается мало войны, мало крови, но да, я тут допустил немного ошибок, что нам нужно отходить от границ, чтобы враг не спамил своими атаками, ибо он прорывает наш рекрутинг. Мы же нанимаем новых бойцов. так, наш тайна агент раскрыт. Как я ненавижу эту музыку? Тру-ли-тру-ли-тру-ли-тру-ли-тру-ли-тру. Давайте поджог. Диверсия проводилась. Какой позор. давайте вот так сделаем. Продолжаем. Продолжаем, друзья мои. Сейчас переключу, посмотрим у нас запись. Все прекрасно, все идет. Надеюсь, запись хорошо прошла у нас. Звук, то есть, я имею в виду, хорошо. свинетами надо завершать дела. Дороговый договор разорван. Сиракузы. Сиракузы че, пали? Наш тайна агент раскрыт. Да, но у них есть лилибей. Я тогда в бою сказал лилибей, а это не лилибей, а не аполис, друзья. Я вот себя поправил так немного. Поэтому продолжаем нанимать войска. давайте уже наймем застрельщиков. Здесь у нас уже никого не можем найти. А, не можем. Можем, смотрите. Так, ну, продолжаем, продолжаем. Хотя, нет, давайте мы чуть-чуть сделаем так. Сделаем следующим. Мне надо отправить маленький кораблик на такую большую разведку. Сделаем поджог. Отлично, диверсия удалась. И врага. Отлично, отлично. Так, вернемся к дипломатии. Карфаген. Ребятишка, давайте мирный наговор. О, нет, 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 нет. Они с нами не хотят ничего делать. С кем мы еще можем поговорить. Ордеи, с ними довольно хорошее отношение, с доворсами. Торгового соглашения нет. Кстати, на высокой сложности дипломатия довольно хорошая, мне понравилось. Тут уже как бы реально все, да, то есть если нет, нет, а на легендар нет. Мы с вами говорить не хотим. Ой, такие фикы. Шатали я вашу трубу. Вот так, в принципе, это все дело выглядит. Поэтому ой, сотка упала. Пока ход идет, у меня тут смс-ка какая-то прошла. Так, кто такой? так, что ж, друзья, так, изучить технологию в этой выполнен успешно. Прекрасно, то есть, осада, искусство осады. А, вот она как. Что ж, а, у нас естественно смерть. гней, корнилей, цепьен осина. И наш тайный гид раскроет. Какой позор. Кстати, у нас восстание намечается. А это довольно нехорошо. Надо найти чувака, у которого общественный порядок прибавляется. это вообще какой-то чувак. Ну, давайте пищу. слушайте, ну, тут у нас походу дело. Ух, 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 вот это да. Вася. Вот это стэк. Слоники, все дела. Мать твою. Так, так, понял, понял. Стэк, большущий, слушайте. Это довольно нехорошо. Это не есть хорошо. Да, со всех сторон, со всех сторон, друзья мои. Давайте сиракузы пообщаемся с вами. Договоры нападения принимают, мы зарабатываем тысячу золотых монет, торговое соглашение принимают и обрати союз. Вы чё, Вася, ты чё не хочешь? Протекторат не хочешь стать? Давайте вам те же тысячи золотых монет дадим. Ну, давайте нет-нет-нет-нет-нет-нет-нет, тогда пошли вы... Нет, не хочу, я не хочу. Мы сейчас тогда здесь наймем копейщиков. О, друзья, вот это, конечно, фэлл. Это большущий фэлл. 48220, 380. да, стэк так стэк. Что ж, друзья, давайте тогда мы потихонечку будем идти на наступление. на севере нам нужно завершить все наши дела в Потавии, а потом после... Я не знаю, что делать. Стэк, конечно, большущий тут. С вами был Римас, подписывайтесь на канал, жду ваших комментариев, не забывайте про лайки и делитесь видео, если вам понравилось данное прохождение. Друзья, скоро увидимся, всем удачи. Субтитры сделал DimaTorzok